Ирина Николаевна, добрый день. Как нужно любить мужчин вообще? Как к ним иметь здоровое уважение и интерес? Спасибо вам большое. Ответьте на два основных вопроса. Как вы относитесь к себе? Что вы подразумеваете под словом «любовь», как вы это трактуете? И насколько в процентном содержании то, что вы написали или хотя бы озвучили «любовь равно» имеет отношение к вам? Вот как вы относитесь к себе? С каким уважением, любовью, пониманием, обеспечением? Достаточно взрослой такой рациональной позиции. Что такое рациональность? Это когда я точно знаю, что в моей жизни больше должно быть хорошего, нежели плохое. Значит, я берегу то, что я имею, и очень серьёзно, как к людям, как к знаниям, как вообще к ситуациям отношусь, понимая, стараясь разобраться, мне, как в перспективе, это что-то даст? Или я просто должна, Ванька, встань-ка, вот всем как-то нравится, и потом думать, ну если я стараюсь всем нравиться, то и по отношению ко мне будут так же поступать. Я вас уверяю, что никогда не будут. Почему женщины, ждущие какого-то такого мужчину, не понимающие, не имеющие различия между ними, вот есть мужчины, не в обиду, кто меня сейчас слышит, у них природная система заточена на то, чтобы в его окружении было достаточно много разных женщин. И он ничего с этим поделать не может. И он такой яркий, красивый, говорливый, и все на него как бабочки на лампочку. Но у этого мужчины есть небольшой внутренний такой секретик. Он не может просто по своим вложенным свойствам природным находиться длительное время в долгих отношениях. Вот проявленная часть в массовости вокруг него противоположного пола. И тогда этот противоположный пол, если этот мужчина еще с головой научился манипулировать, он создает ситуации, при которых девушки начинают, чуть ли друг у дружка, у дружки вот волосы не выдергивают. Но очень хочется победить не этого мужчину, а свою соперницу, чтобы она сволочь знала, что я круче, краше, милее, красивее, ну и т.д. А есть мужчины, которые действительно себя хорошо и достойно что-то представляют, но у них мозги, знаете, такие конструкторские. Если мозги хорошо настроены и что-то обдумывают и видят перспективу, то не всегда они могут перевести свои мысли, вот свои вот эти конструкции, свои перспективные планы в такую бахвальную, красивую, придуманную речь, чтобы понравиться той девушке, на которую она обратила внимание. И в простонародье их называют бухгалтера или ботаники. Так вот, бухгалтера и ботаники более надежны, нежели чем те, которые вокруг себя создают стайку бабочек. Но, еще раз, если вы будете честны с самими собой, вы точно услышите свой этот эгоистичный внутренний голосок, что, ну как же так, это она дура, я лучше. Так вот, нужно понять задачу, которую вы хотите решить. Вы хотите выстраивать долгосрочные с мужчиной отношения? Тогда цените то, что он надежен. Если вы хотите маме привезти красавца, подружкам показать, что вот, видали вообще, кто я и кто вы, то на это не нужно долгосрочных отношений, тогда нужно вот выбрать такого яркого, красивого, привезти его, показать, потому что надоело, я пошла. В зависимости от того, какая задачка стоит за, которую вы не хотите сами для себя хотя бы озвучить, понять, для чего. А это очень емкая задача. Если вы хотите долгосрочные отношения, выбирайте человека, который надежен, перспективен. И самое главное, у него природа такова, что он готов, это его внутренняя картина мира, о том, что он готов обеспечивать, он готов детей рожать, куда-то с ними ездить, обучать, жену как-то поддерживать. Ну вот, все на это готов. Мало того, что обычно вот таких есть пример, и его потребность внутренняя такая же есть. А все, что очень быстро движется, знаете, как смена декораций, вот пришел, ушел, пришел, ушел, и вечно вот чего-то еще хочется, томления на тему новенького нужно. Вот туда новенького, вот этого новенького, можно на краткосрочный период как-то вот так, чтобы решить вашу какую-то эгоистичную, такую нарциссическую задачу. Ну точно понимать, что это ненадолго. Вот так смотрите на жизнь. Тогда будет проще, по крайней мере, вы сами себя обманывать не будете. Продолжение следует...